Доброе время суток, дамы и господа. Юрий Тедман, картина ТВ, вопросы и ответы. Лига Европы. Где смотреть, какие матчи? К сожалению, Лига Европы не так активно освещается телевизионными каналами разных стран, как Лига Чемпионов. Ну, понятный интерес к этому турниру, естественно, меньше, хотя надо отдать должное, хороших матчей там много. И, тем не менее, все-таки мы что-то увидим. Вашему вниманию будет предоставлены пять матчей. Они, как всегда, пройдут по каналам Ситанта Спорт 3 и азербайджанскому каналу Ай-Ти-Ви. Спасибо им огромное за то, что они берут на себя ответственность трансляции этих матчей в бесплатном режиме. Ведь все матчи европейских турниров нынче уходят, по тем или иным причинам, в разных странах, они уходят на платный контент. Что можно сказать об играх, которые мы увидим? Итак, репортажи будут проходить два дня. В среду и в четверг. В среду по каналам Ситанта Спорт, по каналу Ситанта Спорт 3, можно будет увидеть две игры. Я, по традиции, не называю время трансляции, потому как знаю, что в разных странах свой часовой пояс и время трансляции может разниться. Итак, первая игра будет матч Будио Глимт, будет принимать португальский Порто. Будио Глимт, команда малоизвестная, но пробилась в Лигу Европы. Это норвежский клуб, посмотрим, что он собой представляет. А вторая игра, я думаю, вызовет больше интерес. Это Манчестер Юнайтед. Я знаю, что у этого клуба очень много поклонников, и он будет дома в Англии, в Манчестере, принимать голландский Твенте. Игра должна быть очень интересная. Также надо сказать, что и по каналу ITV будет также показана одна игра, но, к сожалению, она будет дублирована, и нового матча мы не увидим. Мы с вами также увидим матч Манчестера Юнайтед-Твенте. Единственное, что там будут азербайджанские комментаторы, кто не хочет смотреть с русскими комментаторами по Ситантоспорт 3, могут приключиться на канал ITV. В папке, еще раз напомню, интернациональных каналов, азербайджанский канал ITV. В четверг мы увидим три игры, и все игры будут разные, потому что, на наше счастье, Азербайджан будет показывать матч Аякс-Бешикташ. Игра будет интересная. Я думаю, что было бы, наверное, еще интереснее, если бы матч проходил в Турции. Но будет игра в Амстердаме. Но турецкий клуб – это тоже крепкий орешек. Раскусить его голландцам будет совсем-совсем непросто. Посмотрим. А также в четверг мы тоже увидим матч из Турции, турецкого клуба. Это уже будет матч и по Ситантоспорт 3. Фенерд-Бахче будет. Или Фенерд-Бахче. Я не знаю, как точно произносится название этого клуба, в какую сторону идет ударение в турецком языке. Но он будет принимать дома. Клуб тоже малоизвестно. Я мало о нем слышал. Клуб называется Royal Union SG. Это клуб из Бельгии, Брюссель. А также мы увидим очень хорошую игру Roma Athletic Bilbao. К сожалению, мы не сможем посмотреть матч Динамо Киев-Лиль. Никто его не показывает. Почему мне трудно сказать, как строится сетка, по какому принципу идет отбор. Тем более, что, насколько я понимаю, Ситантоспорт это третий, это может быть даже канал из Украины. Но видно, в Украине тоже есть вот этот платный контент и правила платных матчей, которые должны транслироваться только там. Поэтому, наверное, нам, болельщикам и любителям украинского футбола, придется, наверное, отправиться в интернет на поиски различных трансляций или обзора этого матча. Ну, по-любому, пять игр мы видим. К сожалению, это не те девять, которые мы видели в Лиге Чемпионов. Но хоть что-то есть. Европейский футбол с нами. Болеем за любимые команды. Берегите себя. Юрий Тенман, Картина ТВ, вопросы и ответы. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok